Спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, не разочаровать. И вообще, я очень люблю Воронеж. Как вы могли заметить, у меня здесь есть знакомые, у нас когда-то здесь были коллеги и друзья и остаются. И вообще, это для меня большая честь и радость здесь быть и встречаться с вами и разговаривать о темах, которые действительно важны для меня профессионально, важны для меня как для человека. Потому что когда-то лекция, ну или беседа на самом деле «Противодействие коррупции в России. Пределы возможного», которое у вас было объявлено, она называлась по-другому. Она называлась «Противодействие коррупции в России. Что может общество?». А потом я подумала, подумала и решила, что... А что это только к обществу? Надо всех сюда включить и посмотреть вообще, что мы можем, что может наша страна, что может наше государство, что может общество, что могут все. И повод для того, чтобы столь самоуверенно раздвигать повестку собственного выступления, в общем, заключается в том, что я действительно какое-то значительное количество времени занимаюсь темами не столько коррупции и антикоррупции, сколько вообще прозрачности, подотчетности, порядочности. Я преподаю мое нынешнее место работы. Я заведующая лабораторией антикоррупционной политики высшей школы экономики в Москве. И там же я преподаю. Преподаю три курса основы антикоррупционной политики для самых маленьких студентов. Для тех, кто постарше, уже стратегии противодействия коррупции, что можно делать. А уж для совсем магистров и высшей школы бизнеса, это управление коррупционными рисками при жизни в Российской Федерации. И личными, и бизнес-рисками, и самыми разными рисками. Потому что каждый может оказаться в ситуации этого риска. Когда-то давно, в 1999 году, я создала организацию Transparency International Russia, которую до 2014 года я возглавляла. А потом, исполняя тот самый принцип, который мы так все хотим, наверное, или, во всяком случае, значительная часть людей хочет видеть вокруг себя про сменяемость власти. Я добровольно ушла в отставку, передала свою организацию своим молодым коллегам и занялась чем-то другим. Потому что я верю, правда, в сменяемость власти. Что люди, отработав 14 лет на одном месте, должны как-то уходить и заниматься чем-то другим. И передавать это людям, которые могут сделать это иначе. Может быть, не обязательно хорошо или плохо, но просто по-другому. Может быть, интереснее. Это сейчас и происходит. И моя нынешняя деятельность действительно связана с инновациями, с поиском каких-то новых способов противодействия коррупции. Потому что мое личное ощущение, что мы здесь здорово стагнируем. И в данном случае под «мы» я понимаю не только Россию, а вообще весь мир. Потому что на данный момент в мире существует порядка почти десяти всевозможных конвенций, по борьбе с коррупцией. Россия является подписантом и участником, ратифицировала как минимум три конвенции. Количество, я посчитала тут, количество законов, законодательных актов, связанных с противодействием коррупции только в Российской Федерации, составляет порядка 287 тысяч страниц. И местных, и региональных, и федеральных. То есть регулирование все есть на месте. Есть требования государственным и гражданским служащим, есть требования к лицам замещающих государственные должности Российской Федерации, к муниципальным служащим, к правоохранительным служащим. Все требования есть. Есть Управление по противодействию коррупции при президенте, есть прокуратура. Совокупно в Российской Федерации на данный момент более 13 самых разных ведомых занимаются борьбой с коррупцией в рамках своих полномочий. Есть журналисты-расследователи, публикации есть. Есть общественные организации, есть и общественные организации такого прогосударственного толка, типа общественных палат и всевозможных народных фронтов, и организации независимые. Есть организации большие, есть организации маленькие. Все вроде борются с коррупцией. А коррупция уменьшается? Чего-то нет. То есть возникло у меня лично профессиональное ощущение бега белки в колесе. То есть ты делаешь, 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 и нельзя сказать, что ничего не происходило. Когда мы начинали в 1999 году, в Российской Федерации не было закона о праве граждан на доступ к информации, не было законодательства о декларировании доходов и имущества, ничего не было про конфликт интересов, госзакупки не регулировались, не было, страшно сказать, до декабря 2008 года не было единого, общего определения коррупции. То есть каждый думал, что хотел. Что такое коррупция? Кто-то скажет, что такое коррупция? Кто-то говорит, откат, кто-то говорит, взяточничество, кто-то говорит, непотизм, кто-то говорит, а кумовство, кто-то говорит, а вот сговор, а кто-то говорит, вот продажа торговли влиянием. Каждый представлял себя по-разному. Я помню, я читала лекцию вне прокуратуры в каком-то там дремучем 2004 или 2005 году и рассказывала про виды разных коррупционных преступлений. Ну и, разумеется, упомянула все, что я только сейчас упомянула. И ко мне подошел такой выдающийся, довольно известный прокурорский товарищ, такой крупный он, и подошел ко мне и сказал, чтобы вы знали, девушка, откат – это не коррупция, откат – это экономический инструмент. И ушел. И на тот момент у меня даже нечего было возразить, потому что я не могла ему сказать, а вот закон говорит иначе, потому что закон на тот момент вообще ничего по этому поводу не говорил. И получается, что на бумаге мы куда-то продвинулись. Вот на бумаге мы написали, коррупция – это, это. Чтобы коррупции было меньше, надо заниматься предотвращением. Декларировать, изучать, использовать, контролировать. Вот тут вот всякие способы есть в области государственного предотвращения, есть общественное предотвращение, есть наказание. Вся антикоррупция держится на четыре вида деятельности. Вот предотвращение, есть преследование, наказание. Берем – сажаем. Правда, иногда берем и не сажаем, но это вопрос качества правоприменения. Есть антикоррупционное образование, просвещение. Надо, во-первых, научить всех, в общем, как это все работает, поскольку наши антикоррупции так мало лет, что действительно очень многие не знают. И я часто сталкиваюсь и в разных государственных органах, и на разных самых образовательных мероприятиях, что люди просто иногда не знают, вот это коррупция или это не коррупция, как это регулируется, как это делается. То есть этим надо заниматься, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. И всякие организационные меры. Кто-то должен делать. Но проблема заключается в том, что даже когда оно все хорошо на бумаге, нужно две вещи. Нужны и люди, то есть слова закона, написанные на бумаге, сами не выпрыгивают и не бегут работать. Нужны люди, которые могли бы это делать. А самое главное – люди, которые могли бы делать это осознанно. А мы раз за разом сталкиваемся с тем, что, в общем-то, не очень у нас общее, общенациональное понимание того, что такое коррупция. Потому что вот какая она бывает? Ну, понятно, взятка – это коррупция. Понятно, откат – это коррупция. А назначение племянника на должность в собственной администрации – это коррупция? Кто-то говорит – да. А кто-то говорит – а он конкурсную процедуру прошел. А потом ты говоришь – ну, у вас конкурсная процедура какая-то фиктивная. В вашу конкурсную комиссию входит ваша же вторая племянница и ваш сосед по даче. Процедура соблюдена? И сразу стоит вопрос – вот где здесь у нас проблема? Где наш предел возможностей? Что мы можем в этом смысле сделать? И вообще зачем, по большому счету, бороться с коррупцией? А самое главное – это правда про борьбу с коррупцией или про ее обратную сторону – продвижение норм прозрачности, подотчетности и порядочности? В свое время, когда мы предлагали вот эту вот программу «Прозрачность, подотчетность, порядочность», мы искренне думали, что если объяснить людям, как это работает, то они как-то это подхватят и начнут это делать, потому что это лежит в рамках общественного интереса. Но мы обнаружили довольно странную историю. И, как вы знаете, многие из вас знают, что мы занимаемся активно исследованием, измерением, изучением коррупции. И сразу, пока я не забыла, Артем сказал, если вдруг кто-то не успеет задать мне вопрос, я вам сейчас напишу свой e-mail, если хотите. Вы мне пишите, а я отвечу. Хорошо? То есть мой e-mail – eapanfilova.gmail.com или e-panfilova.gmail.com HSE – это высшая школа экономики.ru. Если вдруг не хватит времени на вопросы и ответы, поскольку, я так понимаю, здесь время помещения, аренды, которое мы можем занимать, ограничено, то я с удовольствием с вами пообщаюсь в электронном режиме, можем в каком-нибудь телеграмме, в мессенджер, еще где-нибудь пообщаться, если вам действительно это все будет интересно. Так вот, вопрос. Понятно, что не хотелось бы вдаваться в теорию, но действительно разобраться с тем, что такое коррупция, очень бы хотелось. И вот это разношерстное понимание того, с чем мы занимаемся, с чем мы боремся, оно заставляет меня раз за разом куда-то ехать и рассказывать две вещи. Первая вещь – это вот из чего, на мой взгляд, состоит, собственно, коррупция и какие вещи нам надо предпринять, чтобы каким-то образом попытаться уменьшить ее значение в жизни нашего общества. А второе – это какие виды коррупции существуют и как они нам угрожают, и тоже каким образом мы можем с этим справиться. На самом деле, что такое коррупция, вытекает из некого такого обобщенного определения коррупции, которое когда-то звучало довольно просто, как злоупотребление служебным положением в личных целях. Со временем вопросы уточнялись. Сначала это превратилось в злоупотребление служебным положением и публичными ресурсами в личных целях, потому что не обязательно можно еще злоупотребить не только служебным положением, но и злоупотребить какими-то общественными, публичными, бюджетными средствами. А дальше, когда мы стали вглядываться внутрь коррупции, мы обнаружили, что существует коррупция и в бизнесе. Бизнес дает взятки бизнесу, бизнес подкупает бизнес. И мы уточнили еще раз это определение синтетическое. И теперь это звучит как злоупотребление служебным положением, публичными ресурсами и вверенными ресурсами в личных целях. Потому что менеджер в бизнесе может злоупотребить ресурсами, вверенными акционерами, владельцам, и начать заниматься не защитой интересов собственного бизнеса, наполнением своего собственного кармана. И таким образом у нас вытекает, что коррупция всегда состоит из трех вещей. Первая вещь – это какие-то должностные полномочия. Понятно, что для того, чтобы чем-то злоупотребить, это надо иметь. И отсюда возникает вопрос. Означает ли это, что все люди, у которых есть во всем мире, у кого есть должностные полномочия, все коррупционеры? Наверняка среди вас есть люди, кто сейчас сидит передо мной, у кого есть должностные полномочия. Но это не обязательно, не означает, что вы ими злоупотребляетесь, становясь таким образом коррупционерами. Вот я руководитель лаборатории, у меня есть право подписи. Я могу сойти с ума и злоупотребить? Начать набирать себе в лаборатории только членов своей семьи, закупать бумагу у каких-то своих знакомых бизнесменов, ко взаимной выгоде? Могу? Могу. В теории. Если сойду с ума. Но для того, чтобы меня немножко остановить, в мире и в стране существуют какие-то требования по контролю. То есть должны быть закупки, должна быть та самая конкурсная процедура найма. И в более-менее нормально функционирующих организациях она должна работать. Соответственно, в обобщенной формуле вторая часть нашей коррупционной молекулы – это недостаток контроля. Что такое недостаток контроля? А что такое недостаток контроля? Какой контроль существует в обществе? Какой контроль существует в государстве? Внутренний – тот, который осуществляет само государство. Внутри государства существуют три вида контроля. Что есть у государства? Чем государство может распоряжаться? Деньгами. И для этого существуют всевозможные счетные палаты. И это универсальная модель. Это не только для России. Это в теории должно работать везде, где есть некое демократическое государственное устройство. Ну или как минимум государственное устройство, которое пытается выглядеть демократическим. Ну какие-то деньги контролирует счетная палата, положим. Что еще есть у государства? У государства есть законы. Законы у государства контролирует прокуратура. К законам и деньгам прилагаются люди, которые в рамках законодательства исполняют свои функции на средства, которые являются бюджетными публичными ресурсами. Откуда берутся эти люди? Их либо выбирают, либо их назначают те люди, которых мы с вами выбрали. Соответственно, третьим органом государственного контроля за всей этой государственной машинерии является, только вы не смейтесь, центральная избирательная комиссия. Ну так в теории должно быть. Она должна обеспечить равенство и чистоту тут, когда мы знаем, кого нам выбрали, назначили. Это дает нам возможность понимать равенство и чистоту исполнения закона и равенство и чистоту использования бюджетных ресурсов. В теории вот это должно работать. Но есть и внешний относительно государства контроль. Кто это такие люди? Первое, самое универсальное средство внешнего относительно государства контроля за его деятельностью – это вот люди, которые называются средства массовой информации. Журналисты-расследователи, самые разные СМИ копают, выискивают, критикуют, обвиняют, и вроде бы государство на это должно реагировать. Это должно быть. Потом должно существовать вторая часть внешнего контроля над этими самыми государственными структурами. Это мы с вами в широком смысле этого слова. Гражданское общество. Я сразу хочу оговориться, что у меня здесь какой-то такой свой личный взгляд на все это, потому что я не считаю гражданским обществом то, чем принято считать гражданское общество у нас в стране. У нас под гражданским обществом как-то традиционно понимают некую количественную совокупность зарегистрированных в Минюсте некоммерческих организаций. Вот есть организация, вы гражданское общество. Нет организации, вы не гражданское общество. А я считаю, что это любая самоорганизованная группа граждан, ну вот мы с вами, да? Мы же по одной цели сегодня сюда пришли, чтобы обсудить коррупцию. Мы стали какой-то временным на полтора часа элементом гражданского общества. Вроде бы стали. Потом мы разойдем, мы не пошли в Минюст регистрироваться, да? Сейчас мы разойдемся, мы не согласимся с друг другом, согласимся, не обязательно быть вот стопроцентными единомышленниками. Даже, может быть, поспорим, поругаемся. Но мы сделаем какую-то гражданско-общественно важную вещь, ну, обсудим общественно важную проблему. Или примем какие-то решения, или что-то придумаем, что с этим можно делать. Мы становимся гражданским обществом. То есть нам нужно гражданское общество. И третий, самый важный элемент внешнего контроля – это кто? Это я, индивидуальный гражданин, да? Индивидуальный гражданин, заметьте, не население, не житель страны, а человек, которому мы можем применить понятие осознанной гражданственности. То есть не человек, у которого есть паспорт, про который он вспоминает только когда у него спросили документы. И не человек, который идет на выборы, особенно на местные, и придя на эти выборы, выбирает как? Ой, кого мы сегодня выбираем? Ой, местный совет. Ой, фотографии. Ой, их 16. Ой, вон тот мордатенький. А, не, не, не нравится. А вот ту тетку я знаю, я как-то в магазине ее видел. Ну как на местных выборах люди выбирают? Да? Вот так ведь приблизительно. А сколько людей не ходят на местные выборы? Вообще. А где происходит та самая реальная коррупция? Не та большая, где там небожители у нас крадут бюджетами, плавают на яхтах, летают на частных самолетах. А такая наша повседневная, которая затрагивает нас. Где она происходит? Там, где местное управление, да? Здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ. Это кто? Это местное. А мы туда не идем или выбираем как? Как население, как житель. Но не как осознанный гражданин, который пытается сказать, нет, подожди, подожди, я должен точно знать, что ты будешь другим. Нет, не обязательно ты, государство, ты будешь другим. Не обязательно лучшим или худшим, да? Но другим я узнаю это в следующий раз. Методом проб и ошибок. На самом деле, если отбросить все эти разноцветные идеологии, выборы, особенно на местном уровне, являются универсальным средством предотвращения консервации коррупционных элит. То есть есть их сменяемость. Вот эта конкуренция и замена, оно дает этот потенциал. Не является панацеей, но может дать какую-то возможность. И только вот осознанная гражданственность, когда человек действительно это делает, понимая, что он здесь, ну ладно, не просто налогоплательщик, которого забрали 13%, он этого даже не заметил, да, налогов, а который реально принимает участие в решении каких-то задач и проблем. Но опять-таки, означает ли это, что все люди с должностными полномочиями в стране, где есть недостатки контроля, коррупционеры? Нет, конечно. И в нашей стране есть туча людей с должностными полномочиями, работающих в условиях недостатка контроля, которые абсолютно не коррумпированы. Замечательные белые вороны, которые пытаются строить эту жизнь, строить свою работу на некоррупционных началах. Так что же третье требуется для того, чтобы вот человек наконец-таки стал коррупционером или стал элементом коррупционной системы. Банально, один из семи смертных грехов, да, тяга к чему-то, что вы наверняка видели среди ваших знакомых, замечали. Это нормально, неприятно, но какое-то одно из реально существующих вокруг нас вещей, такая как алчность. И вот это вот стремление, алчное стремление, помещенное в эту систему, дает нам вот здесь коррупцию, то бишь стремление к индивидуальному незаконному обогащению с использованием своих должностных полномочий в системе недостатка контроля. А что делать? Да, вот такая все, вроде все понятно. Вот нам ученые расписали, под этот каждый элемент есть куча научных работ, которые это подтверждают, опровергают, где-то уточняют, все это меняется. А что делать? И вроде бы понятно, что делать вот здесь. Он говорит, снизить должностные полномочия. Да, а что мы можем провести? Мы можем провести административную реформу, мы можем убрать дискреционные полномочия, мы можем всячески изменить государственный аппарат. Можем? Можем. Здесь мы можем сделать и судебную реформу, здесь можем политическую реформу. Высшая форма политической реформы и революции нам не нужна, поэтому какую-нибудь другую. Да, вот какие-то вот просто улучшить гражданские, политические, судебные, судебную систему в этой части. Раз за разом, к сожалению, я в своей практике обнаруживаю, что самая сложная история, это где? Вот тут понятно, какие работают технологии. Вот тут понятно, какие работают технологии. Три года, пока я была вице-президентом большой международной организации, у меня на 120 стран в мире, да? Я объездила больше 50. В Руанде, Ботсване, Камеруне, Малайзии, Филиппинах, Колумбии, Мексике, Канаде, Норвегии, Чехии, Эстонии, Литве. Все приблизительно одинаково. Все приблизительно одинаково. Нет стран, свободных от коррупции. Есть страны, которые по-разному с этим справляются, у которых другие стартовые моменты в системе государственного устройства, и которые пришли на данный момент совершенно к другому. Но все, все мои коллеги, все мы, мы сходимся в том, что мы знаем более-менее, как здесь. Например, можно взять кусочек из сингапурского опыта, добавить кусочек какого-нибудь литовского опыта, добавить еще немножко французского опыта. Начнет потихонечку работать. Берем здесь все наши сравнительные преимущества во всей этой системе относительно многих других стран, потому что в том, что мы начали вот такую системную антикоррупцию, которой, как я уже сказала, всего меньше 10 лет. Меньше 10 лет вообще вся страна этим пытается заниматься. Я имею в виду и государство, и гражданское общество тоже. Мы позже всех в мире этим начали заниматься. Это значит, что на все возможные разложенные грабли кто-то уже успел наступить до нас. И наша задача – это просто переварить и приложить к нашим реалиям чей-то опыт. Так вот, изучение этого опыта показывает, что самое сложное вот здесь. Это не как бороться с этой алчностью, с этим стремлением к незаконному обогащению. Все говорят там образование, просвещение. И тут есть проблема. А кого образовывать-то и просвещать? Знаете, в чем я там личным хочу с вами поделиться? У меня по этому поводу есть три больших проблемы, решения которых в обозримом будущем я не вижу. И они есть не только у меня. У всех остальных представителей гражданского общества, антикоррупционных активистов, расследователей есть приблизительно одна и та же история. Пункт первый. Сколько бы я ни ездила по стране, я езжу очень много, и они ездят много, и встречаемся со всеми. Мы говорим с убежденными, мы убеждаем убежденных. Смотрите, кто сюда сегодня пришел. Вас же заинтересовала эта тема, правильно? Вы уже ей интересуетесь. Что-то я здесь не вижу в массовом порядке товарищей коррупционеров. Так? Или людей, которые считают, что борьба с коррупцией не нужна. Нет, может быть, они выявятся в ходе вопросов, но не думают, что в массовом порядке. Правильно? То есть я сейчас опять убеждаю убежденных. Я уточняю и так существующее внутри вас знание про то, что это не очень хорошо, и с этим надо что-то делать. Ведь так? То есть мы продолжаем вариться внутри своего круга, убеждаем убежденных. Я в какой-то момент попыталась выскочить за пределы этого. Агентство социальной информации в Москве устроило публичные лекции. Я решила, все, буду читать вообще всем подряд. Бог с ним, пускай я умру, но я буду читать всем подряд. И они сделали публичные лекции в саду имени Баумана. Есть такой в Москве сад имени Баумана. Там расположена та сцена, на которой, помните, в Покровских воротах Велюров выступал и пел свои куплеты. Вот я вместо Велюрова водрузилась на эту сцену. Мне дали микрофон. А кто в субботу летом в московском парке может находиться? Какой у меня там состав был? Ну, где-то штук пять пенсионерок с пуделяочками и йоркширскими терьерами. Штуки четыре мамы с колясками. Группа такая довольно обширная в маечках с пивом. С пивом или с какими-то еще там напитками. Я не очень под лавками видела. Пять целующихся пар. И в глубине там молодежь играла в волейбол. Бум-бум. Я, значит, выступаю, они там бум-бум-бум-бум. Ну, я, значит, рассказываю, рассказываю про коррупцию, про то, про сято. Я смотрю, волейболисты так бросили мячик, подтянулись. Я думаю, о, дело-то пошло. Но какие-то люди, которые ходят справа, останавливаются, слушают. Вроде диалог завязался. Думаю, молодцы. А мне мои коллеги говорят, к молодежи надо идти. К молодежи. Вся надежда на молодежь. И вот наступает этот знамечный, всегда наступающий момент, когда вопросы, пожалуйста. И молодой человек стоит и говорит, Леонид Анатольевна, вы все правильно говорили, коррупция, она везде. Ведь правильно мой батька говорит, неси с работы каждый гвоздь, и здесь хозяин, а не гость. Я смотрю, ему лет 17. Как оно ему в голову прилетело. Я понимаю, что идти надо не к молодому поколению, а к кому? К папе. Потому что я ему сейчас могу всему хорошему научить. А вот он придет домой, а ему там гвоздь с работы-то неси. Правильно? Проблема? Проблема. Пошла преподавать, попробовали передавать профессиональную этику в университете МВД в Москве. Молодой человек в какой-то момент на лекцию у меня встал и сказал, Елена Анатольевна, мне так нравятся ваши лекции. Ну вы вообще так интересно. Вот это вот как-то в Британии устроена этика. Меритократия, зарплата по труду, нарастающая безупречная служба. Все это замечательно. Но вы же понимаете, что первое, что я должен буду сделать, когда отсюда выйду, это отбить бабки, которые родители заплатили за поступление сюда. И опять мне куда? К родителям? А как добраться до неубежденных родителей? Как добраться до тех, которых, как я понимаю, довольно много в нашем обществе? И я уверена, что много есть в моей семье, среди моих друзей, я уверена, есть в этой аудитории, среди ваших родных, которые считают, что да, вот эта коррупция, это ужасно вообще, но для меня лично вообще-то полезно. Ну правильно? Вот их всех надо посадить. Ну правда? Ведь надо посадить тех, кто вот украл полбюджета и купил себе яхту и самолет. Надо посадить? Надо. Который у старушки, у какой-то вымогает деньги за операцию. Надо? Надо посадить. Кто вымогает у многодетной мамы место в детском саду поближе к дому? Надо посадить? Надо. Почему? Вымогает? Вымогает у мамы. То есть, когда ко мне приходит в приемную женщина, у которой дочь попыталась полезть в петлю, потому что она не могла оплатить вымогаемую взятку за место в яслях, чтобы пойти работать, наверное, это все-таки проблема. Правильно? Когда предлагают, сейчас расскажу. То есть, получается, что вот эти, это все негодяи, правильно? Вот эти вымогающие. А вот, когда мне надо побыстрее, когда это для меня комфорт, да? Я хочу быстренько согласование. Я хочу, я могу себе позволить место вообще в детском саду прямо внизу дома. можно я себе это оставлю, говорят люди. У нас же мы же хорошие, у нас конвенция хороших ребят. Правильно? Мы же договорились, что так можно. У нас конвенция хороших ребят. Это в принципе, ну, для хороших ребят, а нет, негодяй плохо. Только ведь коррупция, она с двух сторон, да? То есть, оставить для себя, ты оставляешь для той стороны, которая берет. и тем более в стране, где коррупция приобрела системный характер, где действительно бытовая взятка, а коррупция делится на бытовую коррупцию, административную, да, и политическую, верхушечную коррупцию, коррупцию высших должностных лиц. Даже и бытовая, и административная коррупция, она уже давно распалась на две. На взятку комфорта, да, который ты даешь добровольно, потому что хочется. Вот могу себе позволить, тем более, что все так делают. И на взятку выживания, которые ты не хочешь давать, но тебе говорят, вам, да, нужна операция, но, вы знаете, квота есть на следующий август, да? Или через следующий август. Да, мы понимаем, что мы вам можем предложить место у вас трое детей в Яслях, но только на другом конце города. А как вы будете возить? О, мы не знаем, извините, но мы же предлагаем. Ну, вот как-нибудь будете возить на другой конец города, мы же даем вам место. Или к предпринимателю приходят и говорят, ты знаешь, либо платишь миллионы, либо найдем на пять. Да? Бывает же такое. Слышали такие истории? Все видели такие истории. И в данном случае человек хочет платить? Нет, не хочет. Это взятка выживания, это выживание вот в этом агрессивной среде. И поэтому, когда мы оправдываем, а мы во многих, и вы таких людей знаете, во многом оправдываем, что вот в принципе, ведь она помогает нам выживать в этом агрессивном коррупционном пространстве, вот эта маленькая взятка. Бытовая взятка, она же маленькая. Она смешная. Ну, о чем вы? Мне говорят вот очень часто вот эти люди, знаете, которых вы же себя не видите, а я вас вижу. Я же всегда вижу аудиторию. Я вижу эти циничные усмешечки на моих лекциях, когда я говорю про бытовую взятку. Ну, конечно, милее милее, а мы-то знаем, как оно устроено. Мы же понимаем, ну, что ты такое говоришь, а опять же клевещешь, да? Вот. Ну, что там такое эта бытовая коррупция? Ну, это такая ерунда. Ну, тысяча рублей. Ну, что? Ну, что нету тысячи рублей, чтобы заплатить за какую-то там смешную штучку? И все как-то забывают, что в августе 2004 года две террористские смертницы попали на борта двух самолетов, вылетавших из Домодедова, за взятку в тысячу рублей сотруднику службы безопасности за то, чтобы не проходить безопасности. Погибло 95 человек. И когда мне люди говорят, вот это бытовая коррупция, вот что вы такую ерунду говорите? Давайте заниматься большими формами. А давайте этот, вот про большие формы, скажем, семьям этих 95 людей, в жизни которых купили за тысячу рублей, которые у всех, наверное, есть в кошельке. Плюс-минус. Правильно? Человек, который взял эту взятку, отсидел 4,5 и уже вышел. Давно. А тех не будет 95 человек. Никогда. И это бытовая маленькая взятка тысячу рублей. Ну зачем об этом говорить? Давайте про большие формы. А надо говорить обо всем. Потому что наличие малых форм и вот этого вот снисходительного отношения к тому, что давайте себе оставим эту удобную, уютненькую, малую коррупцию. Тем более, что нас к ней принуждают эти злобные, злобные чиновники. И нет, давайте вместо этого и только займемся вот большими формами. Оно так не работает. Надо заниматься и малыми, и средними, и большими. И спасение здесь в двух вещах. В двух вещах в первую очередь в том, чтобы и государство каким-то образом изменило это отношение. А оно может это изменить отношение только под воздействием сочетания с целого большого сочетания факторов. Целого сочетания факторов и внутреннего, своего внутреннего давления и внешнего давления. Когда мне говорят, что это невозможно, я говорю, что нет, это возможно. Те из вас, кто постарше, помнят про такой перуанский режим Фухимори. Был такой. Страшное дело. Никаких средственных массовых информаций не было, никакой политической конкуренции. Всех политических конкурентов, кого убили, кого в тюрьму посадили, никакого гражданского общества. Вот вам, пожалуйста, одна газета, одно радио, один телевизионный канал, больше ничего не будет. Фухимори, Владимира Монтесинес правили страной, коррупционным образом создав такую фабрику коррупции. Абсолютное воспроизводство коррупционных элит внутри самих себя, обирая все население. Нету больше режимов Фухимори. Что для этого потребовалось? Знаете, что потребовалось? Один прокурор, один журналист, который решился, попавшую к нему запись от одного муниципального депутата, отнести одному прокурору, которому был 41 год. Обычный прокурор в городе Лима. Один прокурор, послушав запись, обнаружил состав преступления и решился пойти к одному судье, к женщине, которая, к сожалению, уже умерла. И эта женщина-судья решилась выдать разрешение на возбуждение дела в отношении президента страны, Альберта Фухимори. И когда всех этих троих, журналиста, прокурора и судью попытались закатать в каток, но дело-то шло, то есть его пытались развалить, люди стали выходить на улицу и поддерживать их. Не гражданских актеистов, а собственного прокурора, судью и журналиста. И как-то товарищ Фухимори посмотрел, посмотрел на это и понял, что и правовые последствия вот-вот наступят, и с гражданской стороны давление наступает. И как-то вспомнил, что он японец, полетел в Японию прятаться. Прилетел в Японию, правда, его выдали. В результате действия вот этих троиц плюс поддержка общества все сидят, до сих пор Фухимори сидит, Монтесина до сих пор сидит, 200 человек было посажены, заморожены, возвращены в бюджет, более 500 миллионов долларов в США, но там другие цены были в 90-х. Правильно? Получается, что возможно, но именно в сочетании инструментов правовых внутри и изнутри государственной системы, внутреннего контроля и внешних со стороны общества. А как это сделать? А как это сделать? Откуда это взять? И я должна сказать, что я, наблюдая за тем, что происходит в нашей стране, я как-то наблюдаю за этим за всем, со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, я вижу, что все антикоррупционные инструменты, которые можно было бы применить для противодействия коррупции, вот они уже разложены на столе. Бери и используй. Другое дело, что государственная антикоррупционная машина берет выборочно. Ну да, раз в году, нет, три раза в год нам сажают губернаторов, каждый год три губернатора, два мэра, пара депутатов, два-три члена областного собрания. То есть обязательная программа всегда выполняется. Но все это не производит впечатления системного усилия. То есть это какая-то выборочная история преследования тех дел, на которые уже невозможно не обращать внимания. С другой стороны, посмотрим на общество, ну да, вот эта история с низовым гражданским обществом, она меняется, потому что когда я начинала работать, действительно, практически все общественные инициативы, и в том числе антикоррупционные, и в том числе про прозрачность, да, не только, они были лидерские, это были на кого, там был начальник, какая-то организация, а теперь этого все меньше и меньше. Мы все больше и больше видим самоорганизующегося общества, мы видим всякие муниципальные программы, вот я, поскольку из Москвы, ну наверняка у вас такое есть, да, всякие инициативы группы граждан, ну вот у нас против реновации, да, это никакие ни на кого, это просто граждане собрались и выступают и прекраснейшим образом идут учиться в школу антикоррупционных расследований, начинают расследовать свою эту муниципальную коррупцию и вдруг из вчера еще вот обычных жителей начинают превращаться в кого? В осознанных граждан, объединенных коллективным желанием что-то менять, а потом бац, идут на те же московские муниципальные выборы и бац, выбирают кого-то другого, не того, кого привычно. И что-то начинает меняться, да, микроскопически, да, очень медленно. Я абсолютно уверена, что это уже необратимое изменение качества человеческого капитала в нашей стране. Вот то молодое и взрослое поколение, которое начало задумываться об этом, что в принципе это возможно, которое начало, сколько у меня времени еще? на все, до конца, до полного, да? Которые задумываются, этих людей становится все больше и больше. И мы видим растущее качество этих исследований. в этом году в нашей лаборатории антикоррупционной политики у нас есть летняя школа. Так вот, в этом году у нас в летнюю школу, обычно летняя школа, каждый год мы в июле проводим, на пять дней собираем, но в основном студентов, но нам дают возможность, университет нам дает возможность пригласить до 10-15% людей со стороны, но не обязательно из нашего университета. У нас в этом году было 7 человек на место, из которых больше половины на эти 15% внешних мест были взрослые люди, включая крупных предпринимателей, сотрудников госкорпораций, какие-то взрослые люди начинают идти, мы хотим научиться. В этом году была тема инновации для антикоррупции, такое модное слово, блокчейн для антикоррупции, все бегают с блокчейном, а надо разобраться, как работают новые технологии, социальные сети для антикоррупции, разные новые формы коррупционных правонарушений, которые растут на глазах, потому что чем быстрее растет антикоррупция, тем быстрее должностные лица учатся что делать? Обходить. И мы все ближе-ближе вот сейчас подходим к тому моменту, когда нам надо сделать второй рывок. Вот как в 90-х мировое сообщество, а надо сказать, что до конца 90-х вообще в мире не было никакой антикоррупции. Самые первые, первые международные документы относятся вот недавно, 97-й год, 20 лет. А с точки зрения истории, что такое 20 лет? Это вообще ничего, это вот такой маленький отрезочек, а российская антикоррупция вообще из 2008-го. Но даже вот это вот то малоработащее, что есть, уже умеют обходить. И обнаруживается, что, например, в области большой коррупции, то, что называется grand corruption, верхушечная коррупция, коррупция высших должностных лиц, политическая коррупция. Там вообще у правоохранителей очень ограничены средства для выявления и поимки. Ну, потому что для этого надо поймать с чем? С чемоданом, да, вот, дача взятки. А это случается крайне редко. Вот товарищ Шелукаев нам, правда, тут номер выкинул, вот, потому что для публично должностных лиц есть санитарно-гигиеническое правило. Где бы ты ни был, у друга, у коллеги, у соратника, у жены, у товарища, в ресторане, в кафе, не берешь в руки ничего такого, а содержание чего ты точно не знаешь. Правильно? Ну, обычно санитарно-гигиенические меры. А вот что это? Что это такое? Вот не надо. То есть была это взятка, не была взятка, но нельзя, будучи человеком такого уровня, такое брать в руки. Но, тем не менее, вся гранд-коррапшн, она же не кэшевая, она неналичная. Это переводы в офшоры, это переводы на какие-то транзакции между офшорными компаниями взяткодателя и компанией, зарегистрированной на взяткополучателя. И тут мы видим, что, например, в современном мире противодействие коррупции все больше и больше смыкается, чем с борьбой с отмыванием преступных доходов. Мы не можем поймать человека на моменте получения взятки, но когда мы его можем поймать? На чем? На легализации, на счетах за рубежом, на собственности за рубежом или не за рубежом, мы можем увидеть результат незаконного обогащения. И тут надо разрабатывать новые и новые инструменты, потому что их пока и в мировом масштабе недостаточно много, вот только сейчас весь мир задумался о создании реестров бенефициарных собственников офшоров, чтобы увидеть, а куда эти деньги идут. Но это все тоже находится в очень начальной стадии. То есть здесь еще очень много предстоит сделать, но главное, что это движение, оно в нем Россия и наше гражданское общество, наши общественные структуры. Мы, в общем-то, не отстаем. Мы также, как и все, пытаемся активно в этом инновационном процессе участвовать и заниматься самыми разными расследованиями, как внутри страны, так и за рубежом. Пожалуй, наверное, на этом все. И я, наверное, готова ответить на какое-то количество вопросов. Елена Анатольевна, скажите, пожалуйста, что вы знаете о законе о культуре, который готовится на алиптической группе Александра Калякина, чтобы покончить с убьющими ситуациями, имея в виду судьбу Кирилл Сирен? Я считаю, что это давно нужно было сделать. О самом законе скажите, пожалуйста. кто этот закон о культуре? Ну, что в нем есть дыры, которые как будто были специально придуманы для того, чтобы люди в них попадали. Их, безусловно, надо законопачивать. И вообще очень печально, что улучшение законодательства и создание нормы в хорошем смысле этого слова происходит через трагедию какого-то человека. Так не должно быть. Не могли бы выяснить тот самый эпизод из истории со свержением в Ухиморье. То есть, такая ситуация. Знакомый прокурор приходит к знакомому судье, чтобы принять решение, которому прокурору нужно. Нет ли здесь коррупционной схемы? Если бы в Ухиморе лучше просто троил свою антикоррупционную политику, вполне возможно до сих пор был бы президентом в Лиме. Нет ли здесь парадокса? Парадокса здесь нет. Дело в том, что там не могло быть заказа, потому что заказчиков не было, политической оппозиции не было. И надо сказать, что Хосе Угас, который, собственно, потом стал президентом трансференции, это тот самый на тот момент 41-летний прокурор, который мне сам эту историю рассказал. Он, вообще-то, обошел человек 15 судей. 14 отказались и сказали, что они в жизни даже не посмотрят на те документы, которые он принес. А 15 взялась за это дело. То есть это был вопрос личного ее выбора. Скажите, если бы у вас была золотая рыбка, три желания в области антикоррупции, которые бы вы пожелали? Ой, а можно волшебная пудра пифе и хрестный, ладно? Пожалуйста. А не золотую рыбку. Нет, спасибо. Вопрос на самом деле. На самом деле чего бы я пожелала? Я бы в первую очередь пожелала того, чтобы каким-то образом каким-то образом прекратить думать о людях, чтобы изменить вот этот... А, отменить. Отменить. Дорогая рыбка, ты можешь отменить вот эту постоянно преследующую меня историю про то, что существует некая русская коррупционная ментальность? Вот чтобы мне больше не задавали вопрос про особую русскую ментальность и то, что это мы обречены быть коррумпированными, потому что Иван Грозный начал не нам отменять, что типа вот крадут бюджет в 2017 на постройке там, не знаю, ракеты, а виноват в этом меньшиков, а не те, кто крадут. Чтобы вот эта история прекратилась, потому что это неправда. Потому что если бы это было правдой, то мы были одинаковыми с другими странами, а самое главное, если бы существует какой-то ген коррупционности, то выходит бог большой затейник. Он его раскидывал таким ловким образом, что пограница с Финляндией не просыпалась. Вот тут Ленинградская область тут есть, а потом бац, хотя еще недавно Финляндия была частью Российской империи. То есть я отменить вот эту бесконечную историю про обреченность россиян на коррупционное поведение. Второе, что бы я попросила, это то, чтобы, ну это действительно, я попросила бы, знаете, как это, что там, страшила мудро, попросила мозгов, я бы попросила вот это вот, чтобы люди стали себя чувствовать гражданами. То есть если ты платишь налоги и ходишь на выборы, и еще, и еще чуть-чуть думаешь, зачем ты это делаешь и куда это идет, потому что распоряжение твоими публичными ресурсами в твоих личных целях это твоя, в том числе, и ответственность, а ее не прослеживается. И третье, это чтобы, государству у меня нет просьб по части золотых рыбок, потому что надо свое собственное государство строить. У меня бы был вопрос к бизнесу, не надо пытаться усидеть на двух стульях. С одной стороны кричать, нас обирают, обирают, но при первоудачном случае заносить, потому что это создает вот это циничное отношение, потому что сотрудники видят, в этом бизнесе работают люди, все видят, все знают, что с одной стороны кричат, ой-ой-ой, долой коррупцию, но как только открылась вот такая вот малюсенькая возможность, понесли, вот это двойственное поведение, оно создает атмосферу такой, ну, до того же самого цинизма, да, это все декорация, это все бессмысленно, это ничего никому не поможет. Надо определиться либо туда, либо сюда. Вот для начала мне вот хватило, а дальше мы справимся, дальше мы сами справимся. Я хочу вот что спросить, вот новая газета поднимает очень острые вопросы, и Латынину чуть ли не убили за это, является ли борьба с коррупцией опасной для жизни, просто-напросто, очень часто, вот посмотрите, какие там материалы были, какие там миллиарды работают. Вы знаете, на самом деле, я вам такую ужасающую вещь скажу, больше опасно, да, борьба с коррупцией опасна для жизни, а вот в бытной своей вице-президентом Transparency мне, к сожалению, пришлось поехать на похороны руководителя нашего отделения в Руанде. Он расследовал коррупционные схемы двух полицейских там в Руанде, его, они его просто убили. Потребовалась целая поездка наша туда, встреча с министром внутренних дел, чтобы там дело сдвинулось с места. Но их посадили, одного на 20, другого на 25 лет. Но наш опыт показывает, вот всемирный, что, да, это опасно, но чаще всего угрожают не те, где ты, миллиарды. Вот небожители, знаете, они вот на это копошение, как они считают, муравьев под ногами орлов, они даже не очень в курсе. То есть, они настолько большими, как это, картинами живут, большими суммами. Опасны, знаете кто? Главы управ. Вот эти вот, на том уровне, где проще нанять человека с битой. Знаете, вот это вот, извините, что я такое слово скажу, мы называем шелупонь среднего коррупционного уровня. Вот, то есть, вот они могут, вот они реально могут, потому что им, чтобы человек заткнулся, легко нанять пару человек с бейсбольными битами и вот закрыть эту тему. А вот эти вот люди больших масштабов, они зачастую и не знают, не читают. Я с удивлением обнаружила, что вообще не читают. Вообще не знают. Даже конвенции, например. Не знаю. Ну, даже среди собственной безопасности полиции существуют коррумпированные схемы, которые могут выходить на судебные инстанции и кто-то менять. Ну, знаете, нет профессии абсолютно, вообще, вообще нет, нет профессии, если существует в стране системная коррупция и нет борьбы с той же системной, нет профессии, у которых есть иммунитет коррупционным проявлениям. Иногда, казалось бы, управление там какое-то по противодействию коррупции, оно первым делом куда-нибудь бежит, каким-нибудь, какой-нибудь информацией торговать. К сожалению, это тоже бывает. Так наказание должно быть адекватное. Украл больше 10 миллионов долларов, раз. Так, поверьте мне, вот кто сказал слово конфискация, вот я вас даже бы прямо вот обняла. Понимаете, они не боятся вот этого всего. Коррупционное правонарушение из всего толстого уголовного кодекса, там же много всяких правонарушений, одно из тех правонарушений, где люди это делают, чтобы получить результат в конце. Вот результат в конце. Никто не занимается коррупцией just for fun, для удовольствия. Там в конце должно быть деньги, собственность, имущество, яхта, дачка, машинка. они меньше боятся больших сроков, чем того, что у них это все заберут, иначе все это обессмысливается. Мы знаем тысячу коррупционеров, которые отсидев 4, 5, 7, хотя часто условные сроки бывают, они же сидят спокойно, причем они хорошо сидят, выходят, а у них все осталось при них. А вот если бы ты его, а ты даже не сажай, а просто забери все, и он из зала Басманова сюда, прямо вон туда выйдет, голенький, на улицу, с поражением в правах, запрет занимать должности, и с полным изъятием всего, что было нажито тяжелым коррупционным трудом. Вот это пострашнее будет, потому что куда деваться? Героиня, любовница, министра обороны, бывшего, 15-комнатной квартиры. Это же, это же, вы мне говорите, как хотелось бы, а мы говорим про то, про проблемы правоприменения. Это же не ко мне вопрос, я не в этой системе работаю, правильно? Еще. Вон, там замечательный мужчина. Владислав Владимирович, мне просто пару ремарок по вашей лекции, очень хорошо, прекрасно. Значит, вот по определению коррупции, еще, можно сказать, застойных времен советских, она существовала, перекочевала это определение в соответствии с Конституцией, федеральным законом, постановлением правительства в наши все требования, в толковые словари, и трактуется везде в судах одинаково. Это моральное разложение государственных должностных лиц и политических деятелей. И, по-моему, это самое правильное определение коррупции. Это первая ремарка. И вторая, вот по борьбе с коррупцией, мне кажется, две основные составляющие, которые должны быть положены в борьбу с коррупцией. Опять же, это мораль, то есть отбор чиновников должен существовать какой-то там политических деятелей. Это первое. И второе, как вот вы говорили, экономические преследования. То есть должна быть полная конфискация имущества. Она существовала при советской власти, при Петре Первом и так далее, в Ваде Грозном. Но, к сожалению, к сожалению, ни того, ни другого у нас не существует. Будем выращивать. Но, единственное, можно я с вами чуть-чуть поспорю. Чуть-чуть. Вы сказали моральное разложение государственных должностных лиц. А вот тут существует большая, на мой взгляд, методологическая ошибка. Смотрите, все антикоррупционные инструменты, которые существуют в Российской Федерации и в нашем ФЗ о противодействии коррупции декабря 2008 года и все последующие законодательства, оно уже списано, имплементировано, поскольку мы ратифицировали Конвенцию против коррупции. Оно такое общемировое, иначе мы не сможем ловить, в том числе, зарубежные активы. А в этом законодательстве, где главное предотвращение до декларирования доходов и имущества, декларирование конфликта интересов, все направлено на декларирование открытости и прозрачности. Речь идет не о ком, какое там словосочетание используется. Public officials, публичные должностные лица. Кому служат публичные должностные лица? Публики, общественные. То есть для них изначально подразумевается подотчетность обществу. А кому служат государственные должностные лица, государственные служащие? Государству. Понимаете, субъектность о подотчетности развернута. Поэтому наши должностные лица искренне не понимают, почему они должны нам декларировать, публиковать свои декларации. Помните, господин Якунин в бытность главой РЖД говорил, а что это я вам буду свою декларацию показывать? Это моя личная информация, коммерческий интерес. Потому что мысль о том, что он подотчетен публике, обществу нам, она для него такая инновационная. Потому что он привык подотчитываться кому? государству, отделу кадров, контролирующему органам. Правильно? Поэтому я с вами соглашусь, моральное разложение только не государственных должностных, а публичных должностных лиц, куда должны попадать все люди, которые распоряжаются публичными функциями и публичными ресурсами. Правильно? Спасибо. Может быть, начать развивать алчность в обратном направлении и каждому подумать вообще, что ты заплатил те 13 процентов, а может быть, их стоит увеличить, и спросить уже с этого государственного чиновника, а что вы для меня сделали, потому что я вам плачу зарплату. Какая замечательная аудитория, как вас зовут? Лена, я с вами согласна, сделать одну вещь, 13 процентов не бухгалтерия уплачивает, а мы сами в апреле идем и платим, и сразу, дважды сходив ножками заплатив, даже однажды, начнешь думать, потому что, когда у тебя безлично приходит вот это вот 13 уже забрали, ты их даже не замечаешь, ты их не чувствуешь, ты не понимаешь, что это у тебя забрали, а если ты начнешь считать еще социаль, то есть совокупно сколько ты платишь, волосы поднимаются дыбом, и ты бежишь требовать подотчетности, правильно? Я с вами целиком согласна, давно пора это сделать. А? Кому бежать? Давайте вместе сбегаем. Кого выберите, к тому и побежите. Мы тут, пользуясь случаем, хотим предложить немножко попробовать себя в качестве тех, кто продолжает реализовывать то, о чем говорит Лена, и пригласить вас 23 декабря с Константином на декларатон, а Елену Анатольевну попросим немножко рассказать о том, что это за формат, с помощью которого вы реализуете то, о чем сейчас рассказываете. Декларатон. Значит, история такая. Когда-то очень давно не было антикоррупции. Потом появились декларации о доходах и имуществе в 2008 году. Но государство как-то не очень озаботилось, чтобы их собирать и хранить в одном месте. Вообще изначально законодательство было такое, что могли вывести, например, декларации за 2009 год должностных лиц, стерев при этом декларации за какой? За 2007. А весь смысл-то в чем? В сравнении от года к году. В сравнении от года к году. И такой государственной системы публично, где бы все это можно было посмотреть, сравнить и заняться каким-то гражданским антикоррупционным активизмом или какие-то меры предпринять, какие-то расследования провести. Их не существовало. В связи с этим мы тогда создали такой есть декларатор точка орг, такая база данных, единственная в России, сейчас у нас сколько, 45, по-моему, тысяч человек туда забиты публично-должностных лиц, которых, а, во-первых, в регионах надо добить, во-вторых, разработать всевозможные технические возможности, сравнивать информацию, анализировать информацию, а, в-третьих, создавать продукты информирования граждан, аналитические продукты о том, а что мы там увидели, потому что там, вы не поверите, там столько всего интересного, там столько всего интересного, и не только очевидные истории там про несчастных этих жен, которые становятся, то появляются, то исчезают, да, квартиры, которые проявляются, исчезают, какие-то зарплаты, которые каким-то странным образом колеблются. Нам действительно нужна помощь всех людей, которые готовы и ручками поработать, позабивать, и мозгами поработать, придумать, как это обрабатывать, распределять, автоматически подсасывать, в конце концов, из разных источников, а самое главное, собирать, и в форме инфографики, статей, аналитики, представлять людям, да, в местных средствах, массовой информации, на сайтах, то, что люди обязаны знать про публичных должностных лиц, потому что это открытая информация, но, к сожалению, она зачастую спрятана так, что люди о ней ничего не знают. Поэтому приходите к Наташе, приходите к Константину, 23 декабря, декларатон, и они вам расскажут, где это все будет проходить. Я в свое время проводила декларатон в Санкт-Петербурге, и в результате у нас появилось замечательно вот на нашем сайте declarator.org возможность сравнивать, по годам создавать вот эту инфографику. Может, у вас здесь что-то изобретется еще более крутой и замечательной. Это было бы крайне здорово. Да, я думаю, что последний вопрос. Здрасте, Елена Анатольевна. Меня зовут Алексей. Организация Transparency International проводила расследование в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате чего выяснилось, что худруки выписывали гонорары из бюджета самим себе. Как вы можете это прокомментировать, и насколько это законно и правильно с точки зрения морали? И также не могу не задать вопрос, почему Воронеж не вошел в число периодов, где проводил свои исследования? Мы вообще, у нас большая-большая программа по проверке всех государственных учреждений. То есть просто театры, сейчас у нас будут, по-моему, здравоохранение, потом ЖКХ, еще что-то, еще что-то. Везде, где появляются государственные, публичные, бюджетные деньги и государственные функции, мы стараемся проверить на соблюдении или на соблюдении вот самого главного, самого очень сложного требования, это конфликт интересов, помогать самому себе, помогать, выписывать что-то самому себе. И так получилось, что вот театры, мы начали делать первыми, коллектив Transparency, я уже там не работаю, но, безусловно, каким-то надзираю, наблюдаю. Начали делать первыми, но сейчас очень много, буквально на днях, там в Калининградской области конфликт интересов, в муниципальных предприятиях, там много всего было. Ну, вообще, это неправильно, но самый первый вопрос был абсолютно верен, законодательство о культуре, к сожалению, было сделано так, что оно просто, я говорю, подманивает, и не только, кстати говоря, по культуре, есть целые, и в науке есть требования по грантовой системе, которые просто подманивают этот самый конфликт интересов, потому что иначе просто трудно вести деятельность, надо изменять законодательство, и самое главное, надо очень четко контролировать то, что ты делаешь. А вторая часть была вопроса. Почему ворочишь? Потому что у вас нету театров федерального учреждения. Так уж получилось. Пожалуйста. Спасибо вам огромное. Было безумно интересный вопрос. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok